Прощай, письмо любви, Прощай, она велела, Как долго медлил я, Как долго не хотела Рука придать огню Все радости мои. Сожжённое письмо – любимое стихотворение 18-летней Александры Пушкины. Удивительно, но в паспорте юной особы имя, фамилия и отчество полностью совпадают с инициалами великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Однако в детстве тёзка втайне мечтала поменять фамилию. В закрытом городе Озёрск над ней смеялись одноклассники. Дети, они любят как бы каверкать, мне это не нравилось. Ну, сами произведения мне нравятся, мне красиво. Девушка, признаётся, запоминала стихотворение великого тёзки с трудом, хоть и была хорошисткой. Однако учить стихи всё-таки приходилось. Мама Саши – учитель литературы и строго за этим следила. Она вечно делала мне это та, вечно говорила, учи, надо учить. Она со мной учила даже. Она мне проговаривала строчку, я повторяла за ней. Саша даже писала стихи и пошла по стопам мамы. Поступила в педагогический вуз. Правда, выбрала другую специальность. Сегодня она первокурсница исторического факультета, но привитая любовь к литературе проявляется до сих пор. Александра часто гуляет по парку с томиком стихов Александра Сергеевича Пушкина. Любимые строки – отрывок из романа Евгения Онегина. Дика, печальна, молчалива, как лань лесная, боязлива. Она в семье своей родной казалась девочкой чужой. И так она звалась Татьяной. Это имя главной героини своего романа Пушкин дал вопреки всем канонам. В то время Татьянами называли крестьянок и просто людинок, но никак не представительниц дворянского сословия. Но современная Татьяна Ларина, которая работает ведущим экономистом на производстве, своим именем гордится. Во многом она повторила судьбу литературной тезки. Первую любовь Татьяна встретила в 17 лет. И по классике жанра она также была безответной. Мне как активистке, спортсменке и просто красавице понравился, конечно, хулиган Виктор. Но она тоже была, что-то писали мы, да, письма, конечно, не в стихах. Как и пушкинская героиня, современная Татьяна Ларина забыла о первой любви и была другому отдана. Вышла замуж за молодого изобретателя. Только и эта любовная линия имела трагический финал. В 30 лет женщина овдовела, но не отчаялась. Нашла себе увлечение по душе. Выучила китайский язык. Теперь письмо Тане Конегину из известного романа она может читать без запинки на обоих языках. Пушкинская Ларина помимо увлечения иностранными языками любила музицировать и читать. У современной Татьяны интересы те же. Только влюбляется она не в обманы Ричардсона и Руссо, а в творчество великого классика. Конечно, Евгения Онегина. Хотя Руслана Людмила тоже очень сильно мне нравится. По несколько раз в том году перечитывала. По словам Тани Лариной, чтение позволяет открыть новые границы сознания. Так же, как и путешествия по знаковым местам. Три года назад она побывала в селе Большое Болдино в Нижегородской области, где Пушкин жил затворником в своем имении и готовился к свадьбе с Натальей Гончаровой. Там как раз и закончил Евгений Онегин, Евгений Онегин, потому что около семи лет. Очень долгая, сопоставила с Борисом Годуновым. И хотелось понять, что это такое. Любовь к творчеству солнца русской поэзии наша современница Татьяна прививает и своим детям. Пока ее сыновья еще не знают о том, что у мамы есть литературная тезка. Евгения Онегина им предстоит прочесть в рамках школьной программы только в следующем году. Но кто станет их любимым персонажем в романе, женщина уже догадывается. Евгения Малышка, Алена Павлова, Павел Клементьев, Антон Щербинин, ОТВ.